Примерьте на себя шкуру хищника, став частью волчьей стаи. Встречайте лучшую ролевую игру о волках для мобильных устройств. Исследуйте потрясающе красивое окружение, развивайте своего персонажа и улучшайте навыки, чтобы стать альфой в своей стае. Всем здорова! Вы на канале Lumumba Lumumba, с вами Владос и сегодня у нас рубрика Первый взгляд, в которой мы будем обозревать не очень стандартную игру. Игра называется The Wolf Simulator RPG Online. Это онлайн симулятор, в который вы будете играть в роли волка. То есть вы играете волком, которому нужно хавать мясо, охотиться на других животных, которые слабее тебя. В общем, примерять на себя шкуру волка. Можно менять там будет облики, стать серым волком, белым волком, черным волком. И что немаловажно, чем она меня зацепила, там есть PvP бои, где вы играете с игроками онлайн, друг против друга. Мне очень стало интересно, что же там будет. Я думаю, вам тоже уже стало интересно. Устраивайтесь поудобнее, готовьте что-нибудь повкуснее и погнали попробуем себя в роли волка. Вот у нас главный экран, здесь довольно-таки красивая картинка, написано The Wolf. Погнали попробуем поиграть. Итак, нам предлагается серый волк, красный волк, мексиканский волк, черный, белый, темный, золотой, большой, могучий, серебряный. То есть у нас здесь очень-очень большое количество волков, даже есть ядовитый волк. Но у нас есть возможность сейчас сыграть за красного волка, либо же за черного, а, за серого волка. И вот здесь у нас показано, что можно выбрать, какую карту. Ну, у нас открыто пока зеленые холмы, их и выбираем. Ну, мне очень интересно, что здесь нам приготовила компания в плане игры. Так, сейчас сразу заценим графику и заценив, что можно делать. Так, выбежим на солнце, выбегем. Так, ну, по поводу самого окружающего мира, не соврали. Очень довольно-таки красивый. Детализация волка, четвертую четверочку, я думаю, вытаскиваю. Так, давайте разберемся с управлением, что он может. Так, когда нажимаем вот здесь, вот в правом нижнем углу удар, он рычит. Ага, куда-то он побежал. Ага, есть вот впереди уже у нас жертва, которую можно съесть. Ладно, сейчас мы посмотрим, что здесь можно делать, а потом уже будем двигаться. Опа, можно выть даже. Прикольно, мне нравится. Так, здесь можно переписываться. Так, здесь характеристики нам показаны нашего питомца. Здесь можно прокачивать навыки. Поочередно, это да, какие-то достижения нам будут даваться. Рейтинг. И вот это телепорт. Это то, что нас может телепортировать в другое место. Итак, по заданию. Нам за каждое выполненное задание дается 50 волчьих монет. Итак, начнем. Давайте же кого-то схаваем, что ли. Так, управление. Так, давайте какую-то жертву найдем. Так, это кто у нас? Кто это, кто это? Ага, это у нас идет лиса. Так, ее можно убить. Да, у нее намного меньше жизней. Так, здесь у нее можно что-то взять? Так, ладненько. Жизнь здесь, я так понимаю, восстанавливается самостоятельно. Даже если у нас немножко трепанули. Так, давайте посмотрим, что у нас же по заданиям происходит. Да, что нам нужно сделать. Это задание, которое нам нужно выполнить. Нам нужно улучшить характеристики три раза, убить животных лани и убить крыс. Ну, давайте попробуем выполнить данное задание. Я так понимаю, это... Ага, это еноты. Но енота нам тоже нужно убивать, правильно? Так, ну енот такой, довольно-таки мощное животное. Животное. Они нас тоже неплохо трепают. Нам за каждое убитое животное, я так понимаю, дают... Так, нам дали какой-то новый навык. Так. И что с ним нужно сделать? Так. Ну, давайте разлокируем. Так. Непонятно, что можно делать. Так, ладно, погнали. Посмотрим, что здесь можно сделать. Так. Так. Ну, кроликов, конечно, легче убивать. Они как-то у нас... Подобрее, что ли. Так, есть. Так, побежали, побежали, побежали. Ну, я вам скажу. Ну, что-то прикольного здесь есть. Ну, и что-то здесь злого есть. Так, на меня пытается напасть какой-то... Так, кстати, если мы увидели жертву и нажимаем удар, он за ним бежит. Но здесь можно, кстати, погореть, потому что лань, вот эта, она довольно-таки мощная. И она отнимает неплохо на жизни. Так, одну мы убили. Нам нужно еще таких убить. Две. Нам вообще по заданию три. Нам нужно две. Ну, мы убили только пока одну. Ну, я вам скажу так. Игра вообще задумка и реализация ее очень прикольная. То есть, побегать в роли волка, похавать каких-то животных. Ну, как-то она, блин, кровожадная, что ли. Довольненько тут, блин, милые животные, а мы их хаваем вот это вот. Ну, как-то не по-человечески. Ну, ничего, сейчас немножко поиграем. Грустно, конечно, но это нужно понимать, что мы здесь просто играем. Ну, что я вам скажу. Вообще, я просто игр такого же, такого плана еще не встречал. Если брать в плане реализации, ну, в принципе, графика очень хорошая, очень достойная. Открытый мир, красивая природа, очень хорошо прорисованные животные, вот эти, на которых нужно нападать. Так, давайте посмотрим, что у нас. Так. Получено 50 очков. Чудесно. Так, побежали. Нам теперь нужно, что нам нужно по заданиям? Нам нужно убить две крысы. Так, погнали, убьем наших крыс. Так, у нас кто-то вот бегает рядышком уже четвертого уровня. Главное, чтобы они сейчас нас не хватанули, потому что они довольно-таки прокаченные по жизням. Так. Он довольно-таки быстро бегает, энергия у него не заканчивается. Мы сейчас второго уровня. У нас по заданиям нужно убить пять животных, пять кроликов нам нужно прибить. Это у нас идет ежедневное задание. И убить две крысы. Так, по целям. Я так понимаю, вот эти вот зеленые крестики на карте показывают, это то, кого мы должны убить по нашим ежедневным заданиям. Либо же, это бегают наши соперники. Ладно, сейчас мы все заценим, кто у нас здесь. Вот у нас первая жертва кролик. Есть. Ну, кролики довольно-таки сложно. Кстати, посмотрите еще, насколько это прикольно реализовано, то, что нам можно бегать по горам даже. Ну, прикольно, на мой взгляд. Так, а ну-ка, если видеть, ель забежать. Так, ель забегает и бежит по камню. Ну, неплохо, неплохо. Так, хаваем кроля. Есть кабаны. Ну, кабаны довольно-таки мощные. Они, в принципе, еще сильно нам могут накидать сейчас. Лучше кролика, потому что для кабанов нужно немножко лучше прокачаться. Ну, я вам скажу так, что игра прикольна тем, что она необычная. И я не видел давненько таких игр. Не то, что давненько их, в принципе, никогда не встречал такого же жанра. А, было то, что можно было играть динозавров. Ну, что, волком? Я такого не... А вот и крысы. Нам крыс нужно завалить. Две. Зачем ему крысы, если сколько кролеет? Вообще непонятно, эти вонючие, грязные. Да. Не люблю крыс. Так, задание одно. Давайте эту схаваем уже. Все-таки опыт. Нужен опыт. Для прокачки четвертого или третьего, или четвертого, четвертого, скорее, уровня нужно еще две с половиной тысячи очков. Так, мы забираем данную награду. И нам осталось убить пять животных. Так, нам нужно вот будет прокачать. Ага, все, у нас кэш есть. Теперь нам нужно будет прокачать. Да, вот три навыка. Мы добавляем здоровье, защиты, атаки и скорости. Все немножечко, потихонечку все прокачиваем. И у нас, получается, выполнено еще одно задание. Так, все отлично. И у нас остается последнее задание. Нам нужно убить еще одного кролика. Поляна с кролями где-то, где-то была вот здесь. Сейчас мы ее попытаемся. Вот, если с кабанами где-то скакали здесь. Ага, вот они и есть. Эти зайчики. Ну, блин, ну, прикольно. Но что-то в этом есть. Ты бегаешь, добычу свою ищешь. Это вот как реально, как волки там выживают. Да, вот примерно у тебя вот такое вот сейчас. В ихней шкуре сейчас себя ощущаешь. И поэтому что-то прикольное в этом есть. Все. Задание у нас выполнено. И нам нужно использовать навык двойной коготь. Ага, у нас открылся супер навык. Давайте используем их на кабане. Так, у нас добавляется задание еще одно. Так, давайте попробуем на кабане использовать двойной коготь. Так, так, так. Главное, чтобы на жизни хватило. Но нас же вдвоем потравит. Ну, нужно бежать. Бежать и восстанавливать свои жизни. Потому что нас только что чуть не забили. Двойной коготь нам нужно будет... Ну, посмотрите, графика на самом деле очень хорошая. По воде как они прикольно бегают. Мне нравится то, что можно бегать по горам вот этим всяким. Вот. Прикольно. Но все равно, видите, немножко они, конечно, про... Ну, упал. Немножко они с текстурами про... Втыкали, конечно. Потому что... Ну, вот, смотрите, гора. Я не могу на нее забежать. И вот немножко оно... Графика отстает. Это, конечно, чувствуется. Но все равно. Экспирианс очень даже хороший. То, что реально, блин, ну... Ну, не было таких игр такого же жанра. Тем более с таким хорошим качеством. В принципе... Не знаю. Графа мне очень-очень-очень импонирует. Оно достойно. Оно очень хорошее. Подобные игры тем более не встречало. Это вот прикольно. Сейчас мы здесь используем на еноте двойной коготь. Так, у нас сейчас начинает хавать много енотов. И можем умереть, да? Да, надо бежать. Бежи-бежи-беги-беги-беги. Короче, еле ноги унесли. Осталось 12%. Так, сейчас хаваем крысу. Да, крысу съели. 12% жизни у нас осталось. И нужно их восстановить. Потому что нас могут съесть. Так, теперь нам нужно убить... 3 кабана. И убить 3 овцы. И нам дадут неплохо денжат за это все. У нас, кстати, сейчас очень... Так, достаточно денжат. И думаю, может их прокачать. Вот это наш. Наши уровни. Да, все уже прокачано на максимум. То, что возможно прокачать. Так, так, так. На меня нападает еще, чтобы вы понимали, игрок. Чуть не съел у меня. Слава богу, что у меня хоть успелось немножко восстановиться жизни. Тут, кстати, можно спокойно убить себе подобных волков. Ну, типа борьба за территорию, все дела. Напасть в любой момент, если тебе сил хватит, можешь их добить. Ну, я сейчас пока тренируюсь на кролях. Вот, кстати, бегают овечки, которых нам нужно съесть. Сколько штук? 5 овечек. Интересно, они будут отбиваться от нас или нет? Так, так, так. Так, одно задание мы выполнили с когтем. Мы использовали один... А, три раза уже коготь. Так, так, так. У нас вот идет борьба. Мы делим овцу на двоих. Так, две овечки у меня уже есть. Мне нужно 5 данных животных завалить. Ник у чувака плеер какой-то. У меня ник Lumumba. Потом, если что, допишем Rumumba. Если игра зайдет, и мы его себе оставим. Очень много красных волков. Блин, вообще есть в природе красные волки или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто в курсе. А давайте посмотрим все-таки по карте. Вот, нас показано то, что зелененькие вот такие вот цели, я так понимаю, это должны либо же быть наше ежедневное задание, животные из наших ежедневных заданий, либо же другие игроки, которых можно убить. Так, крысы, крысы, крысы. Волчары там ходят, бегаются. Бегаются, двигаются. Раз, есть такое дело. Так, крышку одну завалили. И нужно найти нам... Так, забираем это задание, чтобы... Кстати, не забывайте забирать задание, потому что, когда вы забрали, у нас идет через минуту, появляется новое. И нужно, чтобы они обновлялись, поэтому сюда забирайте, как только выполнили. Так, кабаны. Ну, кабаны нужно себя прокачать немножко, чтобы их хвалить. А вот овец можно настрелять. Тем более, кабаны, как правило, они бегают толпой. И... Имеют свойство толпой нападать, и могут тебя легко убить. Так, есть кролик, кролик есть. Так, ладно, на кабана мы чуть позже нападем. Так, нужно будет попробовать найти... Да, это все-таки зелененькие крестики на карте. Это показывает... Да-да-да. Так. Это показывает наших соперников, таких же волчар, как и мы. Ну вот, кабанов не просто так уж и завалить. Они толпой нападают, и все, и капец. И попробовать от них отбиться. Так, повысить уровень. Ну, скоро мы его повысим, это не так страшно, это само собой выполнится. Так, а что у нас здесь показывает? То, что у нас появилась возможность прокачать наше здоровье, но это будет чуть позже. Так. Нам нужно чуть-чуть восстановить жизни. Трепанули эти кабаны. Так. Крыску надо сейчас хлопнуть, пока по пути бежим. Есть. Зайчика тоже надо будет сейчас хлопнуть. Есть такое дело. Так, уровень мы прокачали, тем самым выполнили задание. Мы его сейчас сразу забираем. Денежка нам прилетает. Так, давайте одну лань, может, за... употребив, так сказать. Но они тоже бодаются, в принципе, немало жизни отбирают, но мы все-таки их одолели. Но они дают за это 300 опыта. Это, я вам скажу, немало. Вот мне непонятно, как можно на карте здесь что-то понимать, кто где находится. Ладно. Это будет в дальнейшем рассматриваться, что, кто куда подходит, и что за кого отвечает. Так, вот у нас идет лиса. Давайте попробуем, может, лису. Так, когтями. Давайте добиваем лису. Да, лиса есть. 385 опыта нам дается за это. Ого, медведь. А ну попробуй, что тут мишка может. Мишка может что-то сделать? Ого, да нет, это сильно, короче. Точно сил не хватит. 850 жизней, его только нужно убивать вдвоем. Кстати, я так понимаю, что здесь еще можно со своим товарищем бегать, и тем самым вдвоем завоевывать именно территории, и набивать желудок всякой живностью, и выполнять при этом задания. Потому что здесь мы только... О, наконец-то, овечки. Мне как раз две штуки нужно. Так, есть овца одна, и сейчас еще одну. Потому что... Так, меня кто-то еще там трепает из моих же лишен. Так. А, это лесной кот. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Потому что нам сейчас может не поздоровиться. Он защищает, походу, этих... Лось у нас еще есть. Лось тоже может на меня напасть. Ну, капец. Тут, короче, живности хватает. Здесь вот ты бегаешь по карте, и каждое вот место, там какие-то новые животные выскакивают, и... Они с... Как сказать... Со своими умениями. Они тебе тоже могут нормально, изрядно потрепать. Если тем более они толпой нападут, ты можешь вообще не выжить. Тебе можешь вообще не поздоровиться. На медведя, например, мы только что налетели. Ну, вот как-то так это все происходит. Так, мне нужна еще одна овца. Я выполню задание. Поэтому... Стоять, мышка. Опять этот кот нападает. Но я добью этого все-таки. Да, есть. Так. Что-что-что-что-что? Беги-беги. О, мне помог. Короче, помог мой же напарник волчара добить этого гада. Кота этого, который меня трепанул. Я еле выжил от него. Спасибо, друг. Как же тебя отблагодарить. Так, лосяра. Ну, от лосяры тоже нужно убегать, потому что... Он довольно-таки мощный, на мой взгляд. Так. Ну... Так, есть. Енотика мы хлопнули. Побежим вот туда. Видите, где свет в конце тоннеля. Может, там что-то интересное есть. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. А, убить еще одну овцу. Да что ж такое-то, а? Где мы возьмем эту овцу? Что-то не по... По пути мне так и не встретились еще. Ого! Тут лесных котов этих. Которые меня там трепали. Так, я выскакаю на гору. На горе, что мы можем найти. Так. Какие-то... Даже звуки, слышите, какие издает? Каждое животное издает разу. Так. Теперь мне пришло время помочь. Моему брату. Так, давай-давай-давай. Собаку добили моего братика. Он мне спас, а я ему не успел помочь. А, меня тоже добили. Да что ж такое? Что дальше? Так. Мы возрождаемся. Что мы теряем? Да ничего, в принципе, не теряем. Все то же самое. Просто возрождаемся по новой. Так, ну это лосяра, короче, может мне тоже нормально хлопнуть. Надо бежать. Бежим, бежим, бежим. Меня, короче, убил лесной этот кот вонючий. Ага, здесь получается на этой локации можно лутаться 35 минут, и так понимаю. Вот видите, идет сверху обратный отчет. Поэтому нужно быстренько-быстренько на ней делать делишки, чтобы уже сходить на другую локацию. Так, хочется уже добить это все-таки задание эти. Нам нужно еще одну овцу добить. И забираем свои бабки и попробуем зайти на другой режим. Блин, ну, кстати, я немножко обманул. Подобную игру я играл. Подобная игра, это, может, знаете, про акулу Shark, которая. Так, новое задание нам пришло. Убить животных 15 штук, вообще не важно кого. Ну, окей. Shark, там где мы акулой хаваем людей, рыбок и все такое. Ну, вот примерно она похожа. С таким же примерно смыслом. То, что вы играетесь там в роли акулы. Но, естественно, там нет такого 3D эффекта. Ну, естественно, там нет такого 3D эффекта, где вы бегаете за волчарой, догоняете какую-то живность, бегаете по горам. Помогаете своим друзьям, волкам не погибнуть в борьбе с другими животными. Вот, как, например, у меня было с напарником, которого съели. Я хотел ему помочь, и меня тоже съели, короче, в итоге. Но вот у меня так не получилось. А, вот она, овечка, как раз. Идишь ты сюда, моя родная, как же я тебя долго искал. Чук-чук-чук. Сейчас мы должны ее быстренько добить, и все, и здание нас выполнило. Так, есть такое дело. Все великолепно. И попробую себя в пвп боях. Ну, прикольно реализовано. И красным волком можно погоссать, и этим. Сейчас пару стычек мы все-таки с вами сыграем. Так, зеленые холмы, это локации, на которых мы будем играть. Соответственно, при прокачке уровня мы открываем новые локации. Это, кстати, тоже было бы интересно, если мы открыли новую локацию. Кстати, ребят, если вам понравится игра, обязательно, естественно, ставьте лайки и напишите обязательно в комментариях. Так, я не понял, мы играем командной, что ли? Да, у меня подключается красная команда. У нас вот идет главный вожак. Я так понимаю, у кого мощный уровень. Да, против синей команды. Синюю команду нам нужно будет завалить. Так. Так вот. Если вы хотите на эту игру в дальнейшем прохождении. Так, смотрим, смотрим. Нужно смотреть, чтобы наша команда сражалась одновременно. Где же, где же? Так, синие собаки. Так, вот, вот он. Кто ты такой? Так, это, я так понимаю, противоположная команда, но я так понимаю, что-то у него пошло не так, и он остановился, но мы сейчас попробуем его все-таки добить. Ну, пока есть возможность, почему бы и не добить. Ну, в основном, нужно нападать вдвоем. Так, сзади приближается у нас... Да-да-да-да-да, бегим-бегим. Нужно бежать, потому что у меня нет соратников. Где мои братики? Это вообще непонятно мне теперь. А вот он, вот он. Или это не он? Да, вот, да, вот он, ну-ка. На меня вот нападает, а он стоит молчит. Меня сейчас очень легко добьют. Давай-давай. Так, у меня есть испытание, что мы можем убегать. Так, здесь мы лутаемся, правильно, и получаем жизни. Ну, я одного не могу понять. Почему мне не помогают. Мои же братики. Так. Так, так, так. Ну, то есть, отчасти суть не ясна. Только мне не ясно, сколько нас человек играет одновременно. Так, вот они сейчас сражаются с кем. Ну, там есть один мой по-любому. Так. Так, мы его добьем сейчас вдвоем, да? Да. Все, есть, мы его добили. Так. Мне повесили то, что мы его добили. Погнали. И куда он телепортировался, вообще непонятно. Ну, давай тоже телепортируемся. Телепортируемся. Ну, и куда мы сейчас попадем? Так, попались наикусть, наикусть страшнула Катию. Ну, что, погнали. А, мы телепортируемся прямо к горе, где рождаются эти парни. Но, я так понимаю, нас идет где-то около 5 на 5. Так. Так, мы сейчас его пытаемся добить втроем, но это у нас быстренько должно получиться сейчас. Да, есть, есть, есть. Теперь мы должны убить этого. А, он лутается, он здесь особо ничего. Или сделаем? Давай сделаем. Неа. Когда он стоит, лечится, мы ему ничего не можем сделать. Так. А что значит, что я теперь альфа? А, я теперь типа главный, потому что либо же убили моего главного, либо же я просто завоевал главным тем самым, что я убил двое вот этих бобров. Так, у нас тут рождается или нет? Они вообще будут выходить? Ну, тоже глупо сделано. Вот они родились, они лечатся, и что? Он может стоять здесь до утра, и ничего с этим не будет тем самым. Ну, ладно, ладно. Давайте попробуем телепортироваться куда-то в другую. Так. Так, так, так. Но они здесь в этой дырке так и остались. Попробуем. Так, давайте телепортируемся куда-то в другое место. Может, там будут эти игроки. Ну, что-то я никуда особо не телепортировался. Ну, ладно. А, вот телепорт появился. Так. И где я оказался? Ну, короче, я отказался в том самом месте почему-то. Так, вот на противоположной стороне у нас идет наша база, откуда мы родились, правильно? Да. И противоположная база, это база противника. Ну, вот мы, короче, бежим к себе на базу, потому что тот не хочет выходить. Ну, и кстати, помимо того, что мы участвуем в пвп боях, ну, соревнуемся против другой команды волков, мы еще и можем выполнять в заданиях, а вот этих вот животных и все остальное. То есть, практически то же самое, только плюс ко всему мы должны выиграть у другой команды. Ну, что я вам скажу, что, ну, пвп бои могли бы реализовано быть чуть-чуть поинтереснее, потому что реально интереснее просто бегать там по локациям и выполнять задания и употреблять всякую живность, чем сражаться в пвп боях. Ну, либо же я чего-то не понимаю, потому что, ну, немножко как-то оно кривовато реализовано, то что мы могли бы там всех убить и все, да, и мы выиграли. Но так как он стоит в своей пещере, в которой он подлечивается, так сказать, и мы его не можем ни убить, ни добить, и непонятно, что дальше делать. Бегать туда-сюда, только выполнять задания, разве что и все. Не более того. Игра The Wolf Online Simulator на самом деле вызвала у меня очень прикольные эмоции. Хоть она и сыроватая, но если будем честными, да, то что, ну, есть такая немножко сыроватость, в том плане, что пвп бои у них, ну, плохо реализованы, в том плане, что вроде бы как бой начинается, да, прикольно побегать команда на команду, но есть такой нюанс, что видно, что много игроков заходит, выходит, заходит, выходит. Один из нюансов, это на карте показано, что есть две пещеры, на одной пещере рождаетесь вы, на другой рождается соперник. И когда вот ты заходишь в эту пещеру, то ты, получается, идешь неубиваемый. Хоть на тебя нападает куча отволков и начинает тебя трамбовать, так сказать, все равно у тебя жизнь не отнимается. И, ну, это, на мой взгляд, немного недоработка. Ну, в этом вот, это единственное, наверное, что мне не понравилось в этой игре. Если мы берем обычный режим игры, это где мы реально примеряем на себя шкуру волка, где нам нужно охотиться за живностью, где нам выпадают задания, сколько, кого нужно схавать, чтобы получить определенное количество денег. Тем самым ты прокачиваешь себя, прокачиваешь свой уровень, улучшаешь свои навыки. Это скорость, это атаку, это выносливость, это здоровье. Вот эти все показатели у себя со временем поднимаешь. Когда ты прокачиваешь себе чуть больше уровень, у тебя открывается новая локация, где ты можешь бегать, также охотиться уже на другие типы животных. Ну, я вам скажу, что-то в этом есть. Не знаю, мне было интересно побегать, поохотиться на других зверей. Кстати, графика реализована очень хорошо. То есть она тоже, я вам скажу, не идеальная, но для мобильного устройства с таким типом игры она очень неплохо прорисована. Даже тот факт, что вы можете бегать по скалам, можете бегать по воде, это очень хорошо прорисовано и очень достойно. Я вам скажу так, что у игры есть большое будущее. Если разработчики, если вы меня смотрите и вы услышите меня, то если вы ее доделаете, она будет пользоваться огромной популярностью. Я вам скажу честно, мне игра зашла. Прикольная, интересная, необычная, нестандартная. Я получил массу удовольствия, побегал, поохотился. В принципе, получил кайф. Вам тоже рекомендую скачать, побегать и прочувствовать на себе, так сказать, жизнь волка. Ссылочку на игру я обязательно оставлю в описании. Если вам понравился видос, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а с вами был Владос, канал Лумумба Румумба. Встретимся в следующих видосах.